Дорогой подписчик, в любой момент YouTube может прекратить свою работу на территории нашей страны. Канал SlapShot не является основной работой или источником ощутимого заработка, и все же будет жалко потерять вас, так как пройден долгий путь, чтобы собрать вас на канале. Пока нет точного понимания, куда уходить в случае отключения YouTube. Чтобы не потеряться, подписывайтесь на любые удобные вам ресурсы – Telegram, Instagram, Routube, ВКонтакте. Инстаграм и Telegram в приоритете, как основной коммуникационный узел. Все ссылки в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь. Так, друзья, что творится? Храни, господи, альфа-страхование. Я сегодня успел на игру. Здравствуйте, добрый человек. Я с вами не разговариваю. Вы больше не мой друг. Заберите свои вещи и идите отзыву. Итак, сегодня рабочий день, и сегодня первый день плей-офф. Это, мягко говоря, непростая ситуация. Есть несколько причин. Во-первых, ребята все позастревали в пробках. Там говорят, что где-то Москву перекрыли. Не знаю, по какой причине, но добраться не могут, они едут на метро. На удивление, собрали достаточно большой состав. Не могу сказать, что это стопудово хорошо, потому что очень часто, когда мы играем большим составом, мы играем не так эффективно. Смотрите, что у меня есть. Что за фуфайку мне НАТО дала. Это тот самый благотворительный матч Артемия Панарина. Я должен был участвовать, но я просто забыл про него. Представляете, насколько надо быть дурачком. Просто забыл. Мне звонил, говорит, ну ты где? А я в это время был на границе между Россией и Белоруссией. Вполне мог уехать на следующий день, но вот вступил. Джерси осталась на память. НАТО мне сегодня только ее отдала. Что вам хочется сказать? Частенько бывают вот такие моменты, когда приезжаешь в последний момент, и можно получить серьезную травму. Нужно обязательно хорошо успеть разогреться. Лично мне помогает Товгай. Если у тебя нет времени, есть Товгай. Еле-еле успел переодеться. Осталось за малым послушать, что вам сейчас скажет тренер. У меня есть еще пару мыслей о том, чтобы я поменял бы в регулярном чемпионате и прочее. Но вот предыдущий выпуск я не сделал. Пожалуй, ставлю оттуда. Плей-офф и регулярка – это вообще разные чемпионаты. С точки зрения даже про составы команд. То есть люди все те же самые заявлены, но комбинация этой людей может очень сильно отличаться. Игра этих людей может очень сильно отличаться. То, о чем я говорил, что я считаю, что обязательно нужно, чтобы регулярка влияла на плей-офф уже непосредственно. То есть первые четыре команды играют в один плей-офф, нижние четыре команды играют в другой плей-офф. Тогда есть смысл и есть смысловая связь между регуляркой и плей-оффом. Ребят, первый результат зависит не от количества народа. Не от качества народа. А от внутреннего состояния, от внутренней готовности на игру – это плей-офф. Это совершенно другие игры, совершенно другие. Поэтому сразу говорю – это ты вообще закрывай. Чтобы я не слышал ни слова, вы должны все силы экономить и направлять именно только поле на игру. Вы должны играть строго, правильно, терпеливо. Во-первых, не должно быть нигде никакой паники. Никакой паники. Надо играть правильно, солидно. Поэтому сразу говорю – к себе шайбы вести нельзя. Короткими сменами выходим и работаем. Легко никогда не бывает, не будет. Мы должны друг за друга биться. Давай, с хорошим настроением. Значит, какие расклады. Нету шансов ждать. Нету времени, вернее, ждать. Нету шансов там переиграть какой-то момент и так далее. Объясняю почему. Всего два матча. В конце второго матча, если там что-то непонятно, кто победил, в силу разных обстоятельств, бьются булиты. Булиты – это прям, ну вообще херово. Понятное дело, что есть мастера, и наверняка среди вас есть ребята, кто хорошо умеет булиты бить, и для него это будет подарок вообще. Я говорю про наши реалии. В наших реалиях такого лучше не допускать. Ну что, пацаны, главное, что хочу сказать. Нам сегодня надо очень сильно всем поработать. В основном ногами, потому что это наша главная проблема. Мы, блядь, не добегаем где-то, что-то не доделываем. Это видно очень сильно. Давайте, чтобы такого не было сегодня. Если вот каждый, блядь, в каждом моменте, когда чувствует, что, блядь, чуть-чуть что-то лень бежать, вместо того, чтобы, блядь, хуй забить, включить ножки и ногами поработать, мы не проиграем. Так что давайте, все... Берай! Сам, сам, сам! Сам, сам, сам! Сам, сам, сам! Ты гоняешь, работаешь, поймешь. Братарь, сейчас прижал шайб. С твоего броска прижал. Ты что должен сделать? Он прижал. Все, упал. Есть отжимания. В следующий раз вспомни, что надо тормозить. Голова внизу, как обычно. Не посмотрел, не увидел, услышал, только за спиной кричат, бросай! Я бросил. Я, чел, сидел прямо передо мной. Очень мудацкий момент потрачен. А если бы поднял голову, нужно было просто его обойти и все. Ну, где свисток-то, блядь? Первый период позади. Моменты, конечно. Моменты, безусловно, есть какие-то. Нельзя назвать стопроцентами, но их точно можно сказать реализуемыми. Самое главное, чего мне всегда хочется видеть в парнях, это тотальный настрой, блядь, стопроцентно на всю игру. Сейчас под конец первого периода я почувствовал какую-то тишину и спокойствие на лавке. Мне это не нравится. Хочется, чтобы все горели. Вообще нельзя ни на секунду булки расслаблять. Вот уже один период позади. Мы не забили ни одной. Мы усложняем себе жизнь. Запомните, в таких играх шайба в нашей зоне, вообще ее не надо не держать, ничего. Она должна выходить из зоны. Но не хватает, вообще не хватает агрессии крайних нападающих. Почему крайних? Потому что чаще всего, или центральной даже, вы должны шайбу с ногами затаскивать глубже. У нас вот здесь Волкович сейчас ее затащил, попал в судью. Вот он вот здесь в судью попал. И он уехал вот сюда. Это как так Денис называется? У нас Голубков вот здесь играет. Идет передача, он принимает. Саша раз, клюшечкой стучит, пугает его. Кого вы пугаете? Ежа голой жопой. Вы должны догонять. Во-первых, неправильно сыграли, вы должны перед собой держать. А если уж сыграли неправильно, догоняйте. Прибавляем. Второй период сильнее, третий еще сильнее должен сыграть. Давай, последний. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Дима и все полезли на ворота лезем. Блядь. Накатываемся один, второй. Сюда не сильно раз где-то набросили. Доработали. Они очень к вам идут активно. Здесь вообще всех забывают игроков. И тут вообще абсолютно разницы нету засчитают или не засчитают. Ну засчитают нам все равно забивать надо. Не засчитают тем более надо забивать. Так что здесь для нас такой же счет остается 0-1. Мы должны забить. Только ты быстрее назад если что возвращайся. Понял? Потому что фронт пошел. А тебе нужна точность и атака сделать. И чуть быстрее. Сейчас узнаем. Так, досрочно. Еще одну шайбу забросить. Ну что ж, вот он решение. И разорит руки в сторону арбитр. Шайба не засчитана. 1-0. Ай! 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 Чуть больше 20 секунд до конца. 1-0. Проигрываем. Упустили просто мегамутдатскую шайбу. Я не забил. Еще там ряд ребят не забили. Короче говоря, результат складывается вот такой. На брос! Иди быстрее! Значит, первое, очень даже хорошо, что проиграли, а то у нас какие-то неправильные суждения и рассуждения. Игры плей-офф – это совершенно другое. Совершенно другое. И здесь не пиздобольством показывается, и выигрывает команда, не кто больше пиздит, а кто больше сделал для того, чтобы выиграть. Вот у нас Сахаров сколько посетил в этом году тренировок? Сколько? Много? Чего мы хотим-то, бля, чудо? Лав, сколько у нас посетил тренировок? Чего мы хотим? Чудо, бля. Это и… Да мне до пизды с кем вы катаетесь! Вы играете здесь! И должны здесь кататься! С кем, бля, с мамой, с папой? Да похуя! Второй момент. Здесь надо биться. А у нас все ребята молодые, вы абсолютно проиграли всю борьбу. Вы совершенно не готовы к этому. У нас же ни характера, ни хуя нету. Здесь надо не идёт, надо вгрызаться зубами, бля. Мы себе вырезаем… Какие видео обычно? Какие? Где мы какой-то красивый голик забили? А вы вырежьте сейчас видео своей борьбы. Сколько раз вы единоборство проиграли? Сколько раз? И сколько выиграли? И что сделали для команды? Вот с чего надо начинать. А то перед игрой… Хи-хи, ха-ха, сейчас, бля, в Сочи, бля, билеты заранее. Да здесь, бля, надо готовить себя заранее. Сначала к играм, чтобы чего-то достичь. Результаты. У нас игру поставили, ебать, блядь, выходной день. Блядь, всё, в горе. У нас такое, блядь, в чате, блядь, ощущение, что киздец. Всё. Какой-то обрушился мир. У меня тоже игра у детей стояли, блядь, я её тоже переносил. Только не кричал об этом всем. Ничего страшного, поставили, бля, поменялись. У кого-то животик, блядь, болеется в понедельник, он не знает, приедет он или нет. У вас что, блядь, бегемотиками, что ли, вам приехать, привезти витаминки, апельсинчики? Ну, вы напишите. Если это поможет, я вам привезу бананчиков. А потом здесь, да, вышли, блядь, вот, биться, блядь, и мы не можем себя переломить, потому что это вот внутри, это внутри. Здесь может даже нету какой-то игры, а вот кто именно внутренний готов к этому, кто будет выигрывать. Вот она игра там, 0-0-0-0. И при этом, прежде чем мы пропустили, у нас было 2-3 выхода. Блядь, Голубков выходил, выходил, Лапкин выходил, выходил, точно такие же. Один не бросил, второй зачем-то убрал на неудобную, не бросил. Человек просто убежал от двух, от наших двух, я могу сказать, не самых медленных. Я понимаю, если бы он от Макаренко убежал. Блядь, Волковича самый быстрый игрок команды. Я хуй знаю, кто тебя там на крок отгонит, если послать. Ну, только есть смансер, блядь, единственный. Убежал. Лапкин, то же самое там. Убежал, обкатил. Да, обыграл защитника. Вопросов нет. Ну, вы-то даже его не попытались догнать. Он с момента, как отобрал, он троих. И забил, блядь, бросил. Вот он, вышел на удар, бросил, нормально попал. Все. Так что, давайте сделаем правильные выводы. И в следующие выходные будем сильнее. Все, спасибо за игру. Раздевалка и тренировка сейчас начнется. Куча эмоций позитивных. У нас, что у ребят есть рвение, развиваться. Это хороший, хороший задел. И на этом позитив заканчивается, потому что, напомню, нам надо теперь кровь из носа выигрывать и забивать буллиты. А это совершенно непростая задача. Пришли даже заранее, перед тренировкой, потренироваться. Приехал, побросать-то все поприятнее. Друзья, минуточка рекламы. Спешу вам напомнить, что партнер канала – компания Helmet X. И Helmet X выпустили новую формулу – экстра. Эта штука нужна для самых въевшихся и ужасных запахов, которые только могут быть. Если у вас такие есть, например, старые ужасно вонючие краги, вам подойдет именно эта формула – экстра. И все ваши предыдущие попытки избавиться от запаха, если вам не помогли, будь то вы там кипятили, не знаю, как-то ужасно выстирывали все это дело и не помогало – попробуйте Helmet X экстра. В усиленной формуле действующего вещества чуть больше, поэтому расход его несколько меньше. И работает он наверняка. В общем, если что-то воняет, Helmet X экстра это исправит. И не забывайте все нужные ссылочки под этим видео. Очень важно пройти по этой ссылочке. Именно так ты помогаешь каналу развиваться. Итак, вновь рубрика «Ну чё, как я?» Сань, ну, значит, что из позитивного? На прошлой игре ты был, как вся команда. Что из негативного? Убог. Убог, как вся команда. Ощущение складывается, что нет никакой разницы у нас между матчами плей-офф и регулярного чемпионата. А то и если она есть, то в плей-оффе мы просто играем еще хуже, чем раньше. Казалось бы, куда хуже, но нет, мы можем. Вот, я просмотрел, значит, глазами сначала, потом видеозапись. Позитивного ничего не могу сказать. Из негативного, мне больше понравился момент. Обязательно вставь его в видео, когда ты очень кайфово на месте защитника получил шайбу. Поднял голову, как тебе советуют подписчики. И в этот момент она уехала из зоны. А затем ты с ней побежал назад, на тебя сел негодяй. Но и вместо того, чтобы ее перевезти как-то нам на другой борт и дать возможность раскатиться, ты ее, что есть мочи, запулил в чужую зону, лишив нас и возможности проатаковать. Но, с другой стороны, ты добрый, хороший парень. И если не касаться хоккея, то ты неплохой чувак. Про Макса стоит заметить, что он достаточно не предвзят все же. Или, может быть, предвзят в сторону, как максималист. Всегда хочет, чтобы все было лучше. Потому что и про себя он тоже не забывает не пошутить. И не забывает отметить свою игру. В этом плане Макс молодец. Прямо сразу. Макс, как так? 12 секунд вы пропустили. Что случилось? Ну, это недонастроенная игру, конечно. Удивился? Я даже не удивился, потому что с первой секунды я все понял. Только после сбрасывания шайба осталась на моей стороне. Я делаю к ней два шага и не могу по ней попасть. Но я, честно признаться, на эту игру вышел без тренировки на неделю. Наверное, все-таки это очень сказывается. Потому что этот момент концентрации. Первые пять секунд я вспоминал, как играть в хоккей. Но этого оказалось достаточно, чтобы пропустить гол. Не делать так, как я. Это очень чревато. 13.9 по броскам. В створ. Но, как мы видим, в итоге крылья ведут. И сейчас шанс был отличный, чтобы сделать 4.2. Но... Чего там было? Там все складывалось против меня. Значит, во-первых, шайба недостаточно хорошо летела. Так. На не той высоте, которой я рассчитывал. Я рассчитывал где-то от 1 до 1,5 мм надо льдом. Она летела 1,7-1,9. Это... Ну, не подстроишься. Во-вторых, значит, был излишне бугристый лед. Я не мог правильно рассчитать траекторию полета шайбы. Вот. Подстраивался как мог. Там на видео даже видно, что я сделал около 15 подстраивающихся движений. С подстройкой головы, корпуса, ног, рук, всего тела. И... Да. Ну и плюс там магнитная бури была небольшая в этот день. Поэтому, конечно, вестибулярчик подвела. Итого я вот вложил все в этот бросок. Вот. Но что сказать. Бросок был мощный, хороший. Но вратарь, это же Кошечкин был. Который скрещен с Василевскием и помножен на Бобровского. Он просто метнулся молнией, молнией. И в полете. Ну, то есть скорость все равно, она меньше стопки, с кем-то сейчас не набрала. Но он ее поймал. Из девятки вытащил. Ну, что тут сказать. Это патовая ситуация. Сейчас посмотрим, какие мы будем упражнения делать. Если мы победим в предстоящем матче, там могут быть буллиты. Будем ли мы сегодня их тренировать? Интересно. Все. Зеленые и красные тройки здесь. Все. Все. Остальные защитники идут. Черные. Где Петя? Петя, на лжем замахе. Смотри. Окей. Центр это хорошо. Полчаса до конца тренировки. Сейчас мы поиграем. Ну, наверное, не полчаса даже. Может, минут 35-40. Мы иногда здесь задерживаемся. Сейчас поиграем. Играем со вбрасываниями. Как раз та самая тема, которая, я считаю, нам очень нужна. Потому что даже когда мы на игре в брасывании выигрываем, не всегда правильно можем распорядиться этой выигранной шайбой. Блядь! 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 Мы завершили свою крайнюю тренировку перед финальным матчем, в котором решится, пройдем мы дальше или на этом заканчивается наш сезон. Уже в эту субботу все будет ясно. Подписывайся, комментируй, будь позитивным. Пока. Продолжение следует...